Фронтовые письма В экспозиции использованы письма и открытки солдат, присланные с фронта. Младший научный сотрудник музея Людмила Стефанова сумела увлечь первых посетителей своим насыщенным и эмоциональным повествованием об этих уникальных документах. Ежедневно уходили на фронт тысячи писем и открыток, и практически столько же шло назад. Почтальон считался весьма значимой фигурой в каждом населенном пункте. Его появление одновременно и ждали, и боялись. Особое значение в годы войны придавалось художественному оформлению фронтовых весточек. В музеях хранятся поздравительные открытки с Новым годом и Первым мая. Не было на фронте человека, который бы не скучал по родному дому. Не случайно почти все письма начинаются со слова обращения «родная», «любимая», «милая». И никогда солдаты не писали родным, как им тяжело. Они также непременно просили обнять и поцеловать детей и родственников. Трудно и тяжело было всем, но практически каждая солдатская весточка заканчивалась фразой «Я жив, я скоро вернусь». Эти слова и эта незыблемая вера в жизнь помогла советским людям выстоять жесточайший из войн. Снежана Стрепетова, Веб-студия Курьер.